Итальянцы в восхищении. Белгородский дизайнер Светлана Уварова представила свою коллекцию одежды на 20-й ежегодной неделе моды в Италии. Как прошел показ и как создавались костюмы, расскажет Алика Коваленко. Показ в стране, которая по праву считается законодательницей в мире моды. К этому Светлана Уварова стремилась уже давно. Любовь к шитю и красивым нарядам привили мама и бабушка. Уже много лет Светлана создает свои коллекции. Все началось с небольшого ателье, где дизайнер шила одежду на заказ. Это была маленькая творческая мастерская, ателье. Затем эта маленькая творческая мастерская переросла уже в студию. И с 2010 года я начала создавать свои коллекции. Но мне это так понравилось, меня это вдохновило. И с этого момента я стала создавать ежегодно коллекции. Каждая коллекция имеет определенную тему, определенный смысл. И, знаете, каждая коллекция – это частичка меня на самом деле. Светлана признается, в Италию она влюбилась давно и навсегда. Однажды она услышала о городе Лече, который находится на восточном побережье Италии. Вдохновившись его архитектурой, дизайнер создала яркую коллекцию, в которой отразила всю красоту этого города. Светлана организовала фотосессию с известным фотографом и отправила свои работы во многие итальянские журналы. Шли дни, ответа не было. Коллекция уже была выставлена на продажу в Белгороде и раскуплена. Как вдруг пришло приглашение от известной персоны итальянской фэшн-индустрии Элизабетты Бидори. Майские праздники, все магазины закрыты. Новосоздание коллекции есть всего месяц. Ну вы знаете, это для меня был шок в определенной степени. Но я знала, что мы справимся. Не может такого. У меня такие специалисты работают. И я знала, что мы точно все успеем. На майских праздниках я организовала заказ. В Москве заказывали ткани на итальянских складах. Там люди прониклись. И мы успели это все доставить в Белгород. Буквально за два дня помогли еще родственники, которые ехали случайно на машине и привезли эти ткани. Вот такая интересная предыстория. Мы действительно успели. Салентина. Так дизайнер назвала свою яркую коллекцию в честь полуострова Салента. По словам Светланы, каждый оттенок в ее костюмах отражает невероятные краски этого региона. Бирюза – цвет лагуны. Желтый – цвет солнца. Фуксия – невероятный оттенок цветущих олеандров. Но есть в коллекции Светланы экземпляр, который она посвятила городу Лечи. Как итальянцы говорят, «ля камичета партикуляре». Это значит «особенная». Это рубашка, которую я создала специально для этого показа. Она создана из натурального шелка в стиле барокко. Почему именно в этом стиле? Потому что город Лечи – это город особенный, и он пропитан стилем барокко. Они очень любят свой город. И когда я со сцены сказала, что вот эта шелковая рубашка посвящена городу Лечи, были бурные аплодисменты. Что было очень-очень приятно. После показа дизайнерам дали возможность продать свои коллекции. В рамках недели моды на центральной площади был открыт магазин, в котором любой желающий мог приобрести модели от любого дизайнера. Уже в первый день у Светланы купили три костюма и бирюзовое платье. Это был успех. Итальянцы поздравляли меня как дети. Понимаете, вот просто обнимали, целовали, как будто я выиграла Олимпийские игры. Они радовались за мой успех. Светлану очень тепло приняли в Италии. Она планирует и дальше сотрудничать с итальянской индустрией моды и уже отправила эскизы своей будущей коллекции. Чтобы прикоснуться к прекрасному, не обязательно ехать в Италию. На нашей Белгородчине есть мастера, которые могут и умеют создавать шедевры мирового уровня. Алика Коваленко, Дмитрий Ерема. К этому часу Белгород.